Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирной. Итак, у нас с вами второй прогноз. Карта дня на 22 апреля 2024 года. Давайте с вами посмотрим, какой это для нас день, что он нам принесет. Итак, 22 апреля 2024 года. Прогноз у нас для представителей всех знаков зодиака. Тайм-коды будут ниже под видео в описании. 22 апреля 2024 года. Общая карта дня. Суд. Достаточно важный день, серьезный. Оглашение каких-то результатов, принятие важного решения, заключение какое-то. Постановление, допустим, оформление документов, кармические какие-то встречи, события, оглашение чего-то. Смотрите, здесь что еще важно. Обращайте внимание на звуковые сигналы в этот день. Особенно, да. Так. Будьте внимательны, будьте бдительны. Тут какие-то будут приниматься решения, касающиеся семьи. Что в позитиве? Счастье, успех, процветание, исполнение желаний, дорога. Вы сможете блеснуть, вы сможете произвести хорошее впечатление. Да. Яркими будете в этот день. Но тут счастье, радость. Хорошо. Что в негативе? Ну, в негативе может быть то, что человек зацикливается на чем-то, знаете, как-то пессимистично к чему-то относится. Не видит для себя, знаете, как-то вроде есть и перспективы, и все хорошо. Но когда человек зацикливается на каких-то негативных моментах, вот это нехорошо. Вот это и есть негатив в целом. На что следует обратить внимание? На возможности, на рост определенный, на продвижение вперед. Это медленное продвижение, но верное. Так, деньги, финансы, да, решение финансовых вопросов. Здесь может быть, кстати, сделка купли-продажи в этот день. Так, при том это может касаться как недвижимости, так и транспортного средства. На возможности обратите внимание. Что в личных отношениях? В личных отношениях союз. Союз, правильно сделанный выбор, правильные решения, умение договориться. Хорошо договориться, да? Так, принятие друг друга, поддержка друг друга в какой-то ситуации. Так, помощь и поддержка высших сил здесь. Что в работе? В работе важную роль будет играть некая королева, да, королева Пентакли. Ну, тут будут опять же такие решения, связанные с деньгами, с вложениями, с подсчетами какими-то. Что-то, может быть, нужно будет заполнить, какие-то документы оформить нужно будет. Может быть, за что-то нужно заплатить, налоги какие-то. То есть, вот вы будете решать вопросы, связанные с документами и с деньгами. Какой день для поиска работы? Хороший, ищите. Так, если запланирована встреча, встреча пройдет хорошо. Знаете, вы больше как-то к этой встрече либо готовитесь, либо вы вот как-то настраиваетесь. Но на самом деле не переживайте, встреча пройдет нормально. Вот, то есть, как-то так. Ровно, спокойно. Хорошо. Если вы планируете покупки, покупайте. Можно ли давать деньги в долг? Нет. Можно ли брать в долг? Да. Можно ли брать кредит? Да. Общий совет карт. Так, ну, здесь нужно с чем-то определиться, да, поставить на каком-то вопросе, на какую-то тему точку, да, и начать что-то новое. Начать, что-то закончить и начать. Все. То есть, какой-то определенный этап вы уже прошли, да. То есть, пришло время переходить на следующую ступень. Ну, как-то так. То есть, здесь какой совет? Не задерживайтесь где-то, да. Вот, не задерживайтесь по пятерке кубков. То есть, все, ситуация-то прошла, значит, вы должны идти дальше. То есть, не обдумывайте, что и как, почему, зачем, надо, не надо. Все, все, идите дальше. Да, и будет благополучие тогда. Так, послание ангелов. Вернитесь на землю. Перестав ощущать потребность своего тела и реалии окружающего мира, вы оторветесь от земли. Хотя витать в облаках приятно, ваше внимание и ваша работа нужны на земле. Мы помогаем вам поддерживать баланс между духовным и материальным началом, чтобы вы могли наслаждаться полноценной земной жизнью. То есть, видите, поддержка высших сил будет заключаться, вот, скорее всего, что в этом. Хорошо, друзья, смотрим с вами далее. Овны, карта дня для вас. Овны. Знаете, для Овны, в принципе, хороший день. Легкость, хорошее настроение, приятные какие-то события, новости. Будете о чем-то думать, мечтать будете. Тут какая-то тайна. Вы будете пытаться разгадать чей-то секрет, чью-то тайну. То есть, вы захотите прояснить что-то для себя. Но, знаете, получить в полной мере какую-то информацию вы не сможете. Но какая-то часть вам все-таки предоставится. То есть, кто-то чем-то интересным с вами поделится. Кто-то что-то вам расскажет. Так, ну, здесь это будет касаться людей, которым вы неравнодушны. То есть, вы будете рады, кстати, за людей, за ваших родных, за близких. То есть, тут будет какая-то радость у вас. Сила ваша в некой женщине. Так, ну и обращайте внимание на всевозможные детали. Не упускайте ничего. Тельцы. Карта дня для вас. Тельцы. Так, ну, здесь хороший день для работы, для мастерства. Чем-то будете заниматься. Да, у вас очень много будет работы в этот день. Какие-то заказы, хлопоты, дела, повседневная работа. Важные события будут у вас связаны с неким мужчиной. То есть, это может быть ваш муж, отец, допустим. Или это может быть ваш руководитель. Тут может быть, кстати, работа на дому у вас. То есть, может быть, с вас потребует какой-то отчет, к примеру. Да, то есть, или вам нужно будет что-то выполнять. Такое, какая-то, может быть, у вас задача неожиданная. Не запланированная. Так, обсуждение финансов. Может быть, здесь будет идти речь о финансировании. Да, вы будете говорить с неким императором по поводу финансирования того или иного проекта, какого-то дела. Но вообще, вы будете говорить здесь. Либо вы, может, если это карта, допустим, мужа или отца, вы будете говорить о том, что нужны какие-то средства по поводу, вот для чего-то. То есть, ну, работать вы будете как-то в паре вместе. То есть, вы вдвоем будете работать на какой-то бюджет определенный. Для бюджета вот этого семейного. И, знаете, как-то вы будете друг другу помогать. Вы будете знать, как этим бюджетом распорядиться. Если император – это вы, потому что, если смотрит мужчина, то это может быть ваша карта. То, опять же-таки, вы должны понимать, что здесь будут решаться финансовые вопросы, вопросы работы. Но у вас будет некий помощник, человек, на которого вы сможете положиться. Который будет с вами работать как-то в паре. Да, вас ожидает также дорога. Будете ехать где-то, может быть, что-то будете решать. Сила ваша в чистых намерениях, в чистых помыслах. И, смотрите, не показывайте людям все свои эмоции. Научитесь играть. То есть, вот в этот день лучше сыграть определенную какую-то роль перед кем-то. Близнецы, карта дня для вас. Так, ну и для близнецов. День важный, серьезный. Тут вы будете решать вопросы с неким мужчиной. Если смотрят женщины, то здесь карта, в принципе, любовного характера, я бы сказала. Да, тут какой-то любовный у вас союз. Чувства, проявления каких-то чувств со стороны некого мужчины. Какие-то договоренности, встречи у вас могут быть. Притом встречи, скорее всего, что тайные будут. Это может быть служебный роман какой-то у вас даже. Но вы будете думать еще. Знаете, как будто вы будете принимать для себя окончательное решение. Надо это вам или нет. Да. Ну, хорошее настроение. Легкость у вас будет в этот день. Сила ваша в некой женщине. То есть, если смотрит мужчина, вот пара, да. То есть, мы видим мужчину и женщину. То есть, если смотрит мужчина, близнецы, то вы будете о чем-то думать. Вы будете определяться, надо вам это или нет. То есть, и у вас, вам может проявлять симпатию некая женщина. Так, ну, здесь необходимо сосредоточиться, сконцентрироваться на чем-то. Так, ну, смотрите, для раков какой день. Хорошее солнце, счастье, успех, процветание, оформление документов, оглашение какой-то важной информации, важный, серьезный разговор у вас будет. Что-то будет касаться вашей семьи, что-то будет касаться детей. Дорога здесь, может быть, у вас что-то откроется. Но, смотрите, те события, которые будут у вас происходить в этот день, да, они, та тема, которая будет для вас важна, она для вас будет достаточно такой серьезный. Смотрите, это ваша карта. То есть, вас ожидает стабильность, стабильность, определенность, конкретика, от чего у вас будет счастье. Да, то есть, тут каких-то качель не будет. Тут конкретно какой-то разговор. Да, будет определено направление. Вот в этом будет ваша сила. Вы будете знать, какой дорогой вам идти. Защищайте ваше личное пространство, ваши границы, ваши интересы. Львы, карта дня для вас. Так, ну для Львов день хороший. Смотрите, тут какой-то рост, исполнение желания, правильно выбранное направление, перспективы определенные, конкретика, конкретные какие-то решения, постановления, допустим, конкретные договоренности. Но здесь я вижу рост и развитие для вас. Не накручивайте себя, не переживайте. Вам кажется, что вот, знаете, вы как будто даже немножко будете бояться мечтать, будете бояться что-то представить, что у вас может быть хорошо. Не бойтесь, да, не накручивайте себя, не настраивайте на негатив какой-то. Наоборот, думайте о хорошем. Да, сила ваша будет в каком-то казенном доме, то есть вы получите свое интересное. Полагайтесь на вашего партнера, партнерши, то есть вот у вас... Не действуйте в одиночку, действуйте сообща. Вместе вы добьетесь успеха. Так, далее. Девы, карта дня для вас, девы. Для тех, хороший день. Здесь, смотрите, как колесо фортуны, удача вам улыбнется. То есть вам предоставится случай, вам предоставится возможность, вам дадут какой-то шанс, вам что-то хорошее, ценное предложат. Поэтому, если вам что-то предлагают, не спешите отказываться или как-то несерьезно к чему-то относиться. Подумайте, может быть, действительно есть смысл там с чем-то согласиться. Потому что здесь как будет вам какой-то вариант вам могут предложить. Вам нужно к этому прислушаться. Так, любовь, счастье, благополучие, наполненность, хорошее настроение. Сила ваша будет в какой-то стабильности. Да, здесь могут быть какие-то у вас бумаги, известия, хорошее известие какое-то, оформление документов, может быть. Может быть, получите письмо какое-то. Больше радуйтесь, впустите в вашу жизнь по сети вот эту хорошую положительную энергию. Весы, карта дня для вас. Весы. Так, для весов хороший день, счастье. Смотрите, исполнение вашего желания. Конечно, это желание потребует определенных ресурсов. Но оно того стоит. То есть, понимаете, если на что-то вам потребуется, понадобятся деньги, они у вас, ну знаете, вот для реализации чего-то они у вас будут. То есть, как-то, может быть, вам кто-то поможет. Может быть, вы сами заработаете как-то. То есть, здесь решение вопроса состоится, оно будет. Так, что-то планировать будете на дальнейшее. Но планы ваши хорошие. Планы ваши хорошие, перспективные. В чем-то улыбнется вам удача, что-то откроется для вас. Какая-то важная информация. Счастливый случай будет. Так, сила ваша в казенном доме. Знаете, все, что вы делаете, делайте с любовью. Это очень важно. Скорпионы, карта дня для вас. Для скорпионов хороший день. Смотрите, здесь как повтор какой-то будет ситуации. Чувство дежавю. Важными будут отношения между родителями и детьми. Получение важной информации. Призыв к чему-то. Будьте внимательны по поводу звуковых сигналов. Будьте вообще внимательны в этот день. Потому что тут вы можете получить какую-то важную информацию. Кто-то что-то вам скажет, предложит, сообщит. И это даст вам возможность реализовать какую-то старую вашу мечту. То есть, как-то так. Тут какие-то документы, бумаги у вас будут. Кстати, документы, бумаги могут быть связаны с недвижимостью. Союз. Сила ваша в неком союзе будет. Будьте более уверены в себе. Стрельцы. Карта дня для вас. Так, ну для стрельцов. Смотрите, день будет в принципе спокойным. Тут вы будете как выступать. Вы на кого-то будете производить хорошее впечатление. Произведете хорошее впечатление. Вас будут слушать. Знаете, вы понравитесь каким-то людям. Что-то особенное у вас найдет такое. Вы будете привлекать к себе внимание других людей. Но, знаете, вот от этого внимания вы как-то устанете. То есть, у вас может быть появится какая-то мысль даже на какое-то время уйти в тень. То есть, чтобы вас не трогали, не беспокоили. То есть, вы как будто будете перед кем-то играть. Вы будете показывать что-то одно. Но на самом деле на душе у вас будет немножечко другое. Желание будет уединиться. Заняться своим домом. Отдохнуть немножко, может быть. Восстановиться. Ну и здесь, смотрите, как сила ваша заключается в том, что вы с легкостью что-то отпускаете. Ну вот, мне кажется, что вот не все нужно, не обо всем вам нужно рассказывать. Не все вам нужно показывать. Что-то нужно сохранить в тайне. Кого-то. Козерожки, дорогие карты, не для нас. Так, ну для козерожек важную роль будет играть некий мужчина. Знаете, или это вы будете с каким-то мужчиной выступать. Тут какой-то важный разговор, серьезный разговор. Вы на кого-то произведете очень классное впечатление. Кто-то будет на вас смотреть. И я бы так сказала, да, кто-то будет как восторгаться вами. Будет вас видеть те качества, которых нет у этих людей. На самом деле это касается какой-то пары. Это вы и еще кто-то. То есть это может быть вы там с мужем, я не знаю, с начальником, с коллегой, с партнером. Я не знаю, с кем угодно. Тут как вы будете с кем-то говорить. Смотрите, тут публика стоит и слушает, и тут публика стоит и слушает. То есть вы будете заявлять о себе, вы будете что-то рассказывать. Вы будете производить впечатление. Впечатление будет достаточно серьезное и хорошее. Но тут интересно другое, что у вас и у этого человека, с которым вы будете как-то заодно, как-то вы скооперируетесь, очень сильные покровители. То есть смотрите, что у вас за спиной. Допустим, я вижу вашу фигуру вот эту. Что у этого человека, с которым вы тоже будете. И у этого человека тоже есть как покровительство за спиной. То есть кто-то будет вас как направлять, подталкивать. Как будто будет, знаете, как будто вам будут давать дополнительную силу вот в этот день. Очарование. Маг умеет очаровывать. Дорога вас ожидает. Сила ваша будет в некой женщине. Поверьте, волшебство иногда оно случается. Водолеи, карта дня для вас, Водолеи. Ну смотрите, для Водолеев важным будет вот это полнолуние. Посмотрите, когда у нас ближайшее полнолуние. По-моему числа 25, если я не ошибаюсь. По-моему. Ну, так, чтобы я не была голословной, вы лучше перепроверьте это. Вот какие-то важные события у вас будут связаны вот с этим полнолунием. И скорее всего, что те события, которые вот сейчас у вас будут вот к этому моменту, они будут важными на протяжении вот еще месяца. То есть вот как месяц что-то будет развиваться, о чем-то вы будете договариваться. Тут какие-то могут быть решения вопросов, выход из каких-то отношений, но стрёмных каких-то отношений, прояснение ситуации, избавление от страха. То есть тут какая-то глобальная у вас будет работа, но она связана именно с этим полнолунием, которое будет вот сейчас и будет оно действовать. Вот это действие этого полнолуния будет как на протяжении как будто месяца. То есть как-то так. Что-то будет связано с вашим домом, с вашими родными, людьми, с отношениями к дому. Сила ваша в каком-то союзе. Так, ну вы ставьте перед собой цели, да, как будто вы себе что-то должны наметить. И вот к этому вы должны идти. Рыбки, карта дня для вас. Смотрите, для рыбок, где нехорошие, вы сможете побороть какую-то программу, какая-то программа старая, она исчерпает себя, вы освободитесь от чего-то. Вот идёт освобождение от каких-то негативных программ, от негативных воздействий, от того, что сковывает, не даёт возможности развиваться, действовать как-то. То есть тут вы сможете, да, при том это будет касаться как-то вашего дома, вашей семьи, вы сможете избавиться от какого-то негатива. Да, то есть у вас как будто какая-то тёмная полоса, да, она закончится. То есть вы сможете всё, как-то вы правильно что-то решите, вы сделаете правильные выводы, примите правильные решения для себя, что позволит вам избавиться от чего-то нехорошего. Мечтайте и отправляйтесь с лето за вашей мечтой. У вас всё получится. Так, вот такой у нас с вами прогноз. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мне всегда приятно. Всего доброго.